Всем привет! Сегодня у меня на обзоре ноутбук игровой Lenovo Legion 5 5-й генерации с Ryzen 5 4-го поколения и Nvidia GTX 1650 Ti. Поставляется вот в такой вот коробочке, не маленькой, такая большая, увесистая коробка, достаточно тяжелая такая. Вот с ручкой для переноски. Так, посмотрим, что в ней внутри. Внутри вот такой вот упаковочный материал, плотный, хорошо защищает ноутбук. Сам ноутбук достаем. Помимо всего прочего, сам ноутбук еще в таком вот мешочке, чтобы не поцарапался. То есть, вот такой вот ноутбук. Так, что у нас еще в коробке? В коробке еще такое большое дно, а в нем, собственно, зарядка, насколько? Коробка, 170 Ватт, кабель питания и документация. Вот, в основном коробка служит для защиты, то есть она такая жесткая, внутри вставка вот такая картонная, но в ней больше ничего нет. То есть, просто для защиты ноутбука. Все, коробку мы убираем. Приступим к ноутбуку. Так, ноутбук у нас такой, тоже не маленький, не тоненький, но, в принципе, стандартный, как игровой ноутбук. Матовая поверхность. Сзади у нас вот такая вот решетка для вентиляции. Здесь находятся два вентилятора. Один с этой стороны, один с этой стороны. Так, то есть, вот резиновые ножки. Динамики тоже находятся снизу, по бокам. Вот динамики. Динамики достаточно хорошие. Громкие, такой хороший бас. То есть, в принципе, хорошие качественные динамики. То есть, в принципе, поиграть и посмотреть фильмы, послушать музыку будет достаточно приятно. Даже без использования каких-то внешних динамиков. Такой вот лейбл у нас блестящий. Тут Lenovo, тут Legion. Так, пройдемся сразу по портам. Смотрите. Порты в основном находятся с задней стороны. По портам мы видим у нас гигабитный Ethernet, USB Type-C, два USB 3.0, один HDMI, порт питания и KingSync. Все порты сзади, с задней стороны подписаны. То есть, чтобы не ошибиться, если вы вслепую, то есть, как бы сзади, может не всегда удобно подключать какие-то устройства. Но, то есть, все нащупывается, хорошо вставляется. То есть, все удобно. Так, что мы видим у нас вот с левой стороны? Это будет еще один USB 3.0 с функцией зарядки устройств. То есть, вот как мы видим, вот нарисована батарейка. Это для зарядки даже при выключенном ноутбуке. То есть, можно подключить какое-то устройство и подзарядить. И совмещенный аудиоразъем, наушники, микрофон. Так, с правой стороны мы видим еще один разъем USB 3.0, кнопочка для перезагрузки, если вдруг понадобится, там зависнет или еще чего. Вот. И индикатор включенного ноутбука. Так. Что еще по системе охлаждения? То есть, у нас с нижней стороны у нас вот такая вот большая решетка для вентиляции. Тут у нас с каждой стороны имеется по вентилятору. Вот. И также отверстие для выхода горячего воздуха. То есть, вот у нас, смотрите, с одной стороны есть сзади и сбоку. И с другой стороны тоже у нас имеется сзади и имеется сбоку. Вот. То есть, в принципе, система охлаждения хорошо справляется со своей задачей. Но все равно, то есть, я его разберу, посмотрю, что там у него с термопастой, при необходимости заменю. Ну, скорее всего, придется заменять. Так, шарнир у нас открывается на 180 градусов. Что, в принципе, тоже вполне себе удобно. Шарнир не перекрывает, то есть, крышка сама при открытии не перекрывает вентиляционные решетки. То есть, горячий воздух не дует прямо в экран. То есть, это тоже очень даже хорошо. То есть, все так независимо открывается. Тут у нас клавиатура. Клавиатура мягкая, с хорошим откликом. То есть, в принципе, тоже очень даже приятная. Есть, правда, какие-то клавиши, которые так громко щелкают. Вот. Ну, это, ладно, можно опустить. Включаем. Кнопка включения вот посредине. Она отображает разные режимы работы ноутбука, которые переключаются функцией FNQ. Вот, смотрите. То есть, у нас есть варианты тихий, то есть, чтобы бесшумно была работа, автоматический режим и максимальная производительность. То есть, ну, от этого зависит тоже работа вентиляторов. В тихом режиме вентиляторы практически не работают. В автоматическом включаются в зависимости от нагрузки, а в максимальной производительности работают, ну, по максимальной, чтобы максимально охладить компоненты. Так, то есть, вот, включили. Клавиатура у нас с подсветкой. Два уровня. Поярче. Послабее. И выключено. Вот, смотрите, даже если, когда переключаешь режимы, то есть, происходит смена индикатора на самой лампочке включения, на кнопке включения. То есть, вот, синий это у нас будет тихий, потом белый это автоматический. Ага, а максимальная производительность, наверное, включается только при подключенном зарядном устройстве. Так, поэтому оставляем автоматически. Экран у ноутбука тоже достаточно качественный. 120 Гц, Full HD. Засветов нигде не обнаружено. То есть, в принципе, достаточно такой неплохой. Яркости, конечно, немножко маловато. Можно было бы побольше. Но тоже не критично, так как ноутбук все-таки не для игр где-то на свежем воздухе. Поэтому, смотрите, можно посмотреть, что у нас по... По экрану. По экрану. По экрану. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Производительная видеокарта NVIDIA GTX 1650 Ti. То есть, ну, в принципе, поиграть можно практически во все игры. Если не на высоких, то там на выше среднего это точно. То есть, но большинство игр тоже поддерживается даже на максимальных настройках, то есть, вполне себе играбельно. Вот. Ноутбук остается всегда холодный. То есть, в принципе, ну, греется, конечно, но не так сильно, чтобы... Как другие ноутбуки. То есть, это все, наверное, благодаря видеокарте достаточно холодной, да. Вот. И процессор тоже, в принципе, справляется, я скажу, даже лучше, чем от Intel. При игре, то есть, я пробовал поиграть в какие-то там, ну, те же самые World of Tanks. При игре, то есть, есть... То есть, даже вентиляторы работают не на максимальной мощности. Вот. И температура держится в районе 60-65 градусов всех компонентов. То есть, и видео, и процессор тоже. Так. Об этом у нас, наверное, здесь все. Выключим. Если же вы захотите поменять эту стандартную комплектацию, здесь идет 8 гигабайт оперативной памяти, 256 NVMe SSD-диск. Тоже достаточно хороший диск, неплохой. Вот. И 1 терабайт жесткий диск обычный. То есть, для хранения каких-то игр, потому что, да, игр сейчас есть много. Вот. Поэтому нужно много объема. То есть, все это можно заменить. Сейчас покажу, как это все сделать. То есть, вот у нас с обратной стороны у нас имеется достаточно много винтиков, которые можно открутить и посмотреть, что же там внутри. Для этого вам понадобится обычная крестовая отвертка. Тоненькая. Так. Винтики открутили. Теперь приступим к открытию. Открытие здесь тоже. Просто так его не откроешь. То есть, это недостаточно просто винтики открутить и снять крышку. То есть, крышка здесь крепится тоже достаточно хорошо, в разных местах. То есть, я уже открывал, поэтому знаю, что лучше начинать вот с этого места. То есть, здесь он хорошо отходит. То есть, вот мы открываем это. Потом переходим дальше. Вот оно слышно, как отщелкиваются защелки. То есть, и идем по периметру. То есть, вот потом с этой стороны. И самое туго открывается это вот с этой стороны. Здесь вот надо... Смотрите, заходит крышка вот сюда. Поэтому тоже нужно поддеть. Так. Вот крышка отсоединилась. Снимаем крышку. И вот видим, что у нас внутри. Крышка у нас все пластиковая. Нигде ничего. То есть, тут какие-то металлические такие медные вставочки. То есть, здесь вот как раз, где у нас система вентиляции. То есть, наверное, чтобы все-таки отводить какой-то теплот портов. Ну, чтобы они не грелись. Ну, опять же, непонятно. Вот. Так, смотрим, что у нас тут. Тут у нас такая вот батарея. Батарея вроде как небольшая. Но она достаточно толстенькая. Всего 58,5 Вт-часов. Ну, как бы, в принципе, это же игровой ноутбук. Тут главное, чтобы он был все-таки производительный. А батарея все-таки нужна для работы, если то есть без нагрузки. То есть, в принципе, держит нормально, неплохо. Тут у нас вот жесткий диск. Обычный жесткий диск. Вот. И потом все у нас экранировано. Смотрите. То есть, здесь у нас находится оперативная память. Она тоже закрыта экраном. Таким вот металлическим. Вот так, чтобы посмотреть или заменить оперативную память, нужно потянуть вот за такой вот. Тут специально есть хвостик такой липкий. Вот. И снимается этот экран. Вот. Экран такой достаточно жесткий. Вот. Под ним два слота оперативной памяти. Вот. Тут одна установлена. 8 гигабайт. Мы ее сразу сейчас заменим на 2 по 8. Отсоединяем питание. Так. Питание отсоединили. Питание отсоединили. Настаем оперативную память. Оперативная память у нас вот такая. Рам-аксель. Ну, странный, конечно. Непопулярный производитель. 3200. Память тоже достаточно быстрая. Ну, мы заменим на что-то получше. Так. Заменим мы это все на память от Corsair. Тоже 3200. Ну, это комплект. Достаточно неплохой комплект. Так, смотрите. То есть мы это все поменяли оперативную память. Ставим обратный кран. Тоже здесь такие специальные крепления для него. Защелкивается очень жестко. Вот. Ну, и наклеиваем обратно. Потом. Идем дальше. Чтобы поменять SSD диск, есть два варианта. То есть это вот у нас идет под этим экраном тоже спрятано. Два устройства. Здесь у нас идет чип Wi-Fi Bluetooth. И стандартный диск, который установлен в SSD NVMe. Тоже закрытый под экраном. Чтобы снять, я даже нужно что-то открутить. То есть вот мы откручиваем. Три винтика. Снимаем экран. И смотрим. Смотрите. Под экраном есть теплоотводящая специальная такая пластинка. Пластинка. Термопрокладка. Которая прилегает к SSD диску. То есть, ну, хоть по минимуму, но какой-то отвод тепла есть. То есть она такая-то жесткая. Судя по всему, алюминиевая. То есть, ну, хоть как-то доотводит. То есть, ну, это все равно плюс лучше, чем вообще без ничего. Тут у нас диск от Micron 2300 M.2. То есть, ну, в принципе, тоже неплохой диск. Достаточно новый. Можно заменить на что-то более лучшее, если вас не устраивает такой. Вот. Так. Это мы все посмотрели. То есть, как бы, модуль Wi-Fi можно тоже заменить. Ну, тут стоит от Intel AX200. Тоже, в принципе, достаточно новый, хороший модуль. Менять, в принципе, особо и не на что. Да и незачем. То есть, в принципе, работает все хорошо. Ставим винтики все обратно. Так, в принципе, можно уже подключить питание. Я больше менять ничего не буду. Так. Так, туго держится питание. Так, смотрим. Если вы захотите добавить или поменять жесткий диск, то есть, у вас два варианта. То есть, либо использовать стандарт 2,5 дюйма SATA. То есть, вот он подключается таким вот шлейфиком. И вот тоже в такой корзине. Вот. Его можно заменить на другой жесткий диск. Либо же на SSD диск тоже 2,5 дюйма обычной форматы, да, такого SATA. Либо же тоже здесь есть разъем NVMe. Тоже есть M.2 разъем. Можно поставить диск NVMe, но тогда вам придется чем-то пожертвовать. То есть, придется пожертвовать диском SATA диском. Потому что вместе они не ставятся. Он может поставиться. Только если снять эту корзину, то он ставит вот в эту сторону. Вот. Поэтому либо то, либо другое. Поэтому, как бы, вариантов... Тоже хорошо, что есть хотя бы два. Вот. Но было бы, конечно, лучше, если бы можно было поставить и то, и то. Ну, да ладно. Это тоже не такая большая проблема на данный момент. Поэтому идем дальше. Смотрим. У нас здесь такая вот большая система охлаждения. У нас всего тут идет от каждого вентилятора по две тепловые трубки. То есть, одна идет от одного устройства. То есть, это у нас видеокарта, процессор. Вот. И одна общая такая большая трубка потолще. Идет на два устройства, на два радиатора. То есть, ну, охлаждается. То есть, вентиляторы, в принципе, хорошие, не шумные. То есть, даже под большой нагрузкой, ну, то есть, если уже прям совсем максимально нагрузить, то да. Да, слышна их работа. Они будят так неплохо. Ну, это, в принципе, относится ко всем устройствам такого типа. Поэтому об этом не стоит переживать. Вот. Но, когда устройство не сильно нагружено, то шум вентиляторов не такой же большой. Так. Посмотрим сразу туда, что у нас здесь производитель. То есть, в принципе, стандартная система охлаждения справляется неплохо. То есть, температура держится без нагрузки в районе 35-40 градусов на всех компонентах. То есть, это, в принципе, очень даже хорошо. Вот, для данного ноутбука под нагрузкой. И, как я уже говорил, вне сильно серьезной игры, в районе 60 градусов держатся компоненты. То есть, это тоже очень даже хорошо. Вот. Но, тем не менее, мы все равно снимем. И посмотрим, что же у нас все-таки под системой охлаждения. Как у нас наложена термопаста. Можно ли ее заменить. Ну, точнее, мы ее заменим. Вот. И посмотрим, каков будет результат. Приступим. Для этого нам нужно открутить винтики. И они все подписаны. То есть, можно открутить по очереди и посмотреть. Возьмите. Вот. Возьмите. Смотрите. Так, смотрите Чтобы почистить систему ухлаждения Или заменить термопасту Вентиляторы откручиваться не обязательно То есть вот оно у нас все снимается А вентиляторы остаются То есть оно независимо То есть в принципе тоже удобно Ну и как мы видим Смотрите Термопаста нанесена В принципе как и во всех устройствах Современных Просто ужасно Просто какая-то большая плюха На чип И потом все это просто прижимается И размазывается как только можно Сейчас я это все безобразие поменяю И посмотрю на результат Потом все это соберу Ну в принципе и все Вот такой вот ноутбук Такие внутренности Всем кому было интересно Ставим лайки Подписываемся на канал Будет много чего еще интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому